В КФУ обсудили политические отношения Востока и Запада. Почему так важно мыть руки, рассказали врачи университетской клиники. Вредит ли работа в космосе человеку? Расскажем сегодня в выпуске. С 2018 по 2027 годы в России объявлено десятилетием детства. В рамках этого проекта одним из главных событий года стала седьмая международная конференция воспитания и обучения детей младшего возраста. В крупнейшем российском мероприятии, посвященном педагогике, психологии и детства, примет участие делегация из Казанского федерального университета. Ильшат Гафуров, ректор Казанского университета, стал ключевым спикером конференции с докладом «Современные проблемы психолого-педагогического сопровождения раннего детства как вызов университетской науке». А теперь к остальным новостям. В КФУ стартовал первый международный научный форум, затрагивающий проблемы политических отношений в истории Запада и Востока. Для участия в мероприятии приглашены зарубежные специалисты в широком спектре вопросов. Подробности далее расскажет Аделя Шмилова. В Казанском федеральном университете состоялась церемония открытия международного научного форума, на котором обсудили проблемы и актуальные вопросы, связанные с современным обществом и государством в истории Запада и Востока. Также участники научного форума рассмотрели проблемы политических и конфессиональных отношений. «Проблематика, рассматриваемая в рамках форума, охватывает широкий хронологический отрезок времени фактически от того, как в древних обществах складывались взаимоотношения между личностью, обществом и государством. Это важнейшие параметры в жизни любого социала». В пленарном заседании форума приняли участие представители вузов не только России, но и других стран, например, Швеции, Польши, Турции и других. «Институт всеобщей истории Российской академии наук, институт США и Канады Российской академии наук и эти два академических института даже выступили соорганизаторами нашего форума наряду с Казанским федеральным университетом». Работа научного форума продлится до 19 мая включительно. Анна Лиша Милова, Владимир Нелюбин, Универньюс. Институт вычислительной математики и информационных технологий Казанского университета совместно с открытым акционерным обществом сетевая компания проводит на базе КФУ «Хакатон». Подробности далее. С 17 по 18 мая в каворгинг-зоне КСК «Уникс» проходит «Хакатон» по разработке прототипов мобильных решений и технических решений с использованием машинного обучения, которое проводится институтом вычислительной математики и информационных технологий Казанского университета совместно с ООО «Сетевая компания». Практика ориентированного обучения, проектно ориентированного обучения сейчас является одним из приоритетов высшего образования в Российской Федерации. Одной из форм такого обучения, образования является проведение хакатонов, мастер-классов, специальных сессий. Сегодня мы открываем двухдневный хакатон, который инициирован нашими коллегами из сетевой компании. Участникам были предложены две темы, связанные с разработкой мобильного решения для автоматизации бизнес-процессов, закупочных деятельностей и техническое решение с использованием машинного обучения с целью изучения дублей при подаче кайдзен-предложений. Само мероприятие ориентировано на двухдневный мозговой штурм. Команды, с одной стороны, будут бороться с задачей, которые поставлены перед ними, с другой стороны, они будут соревноваться друг с другом, для того, чтобы это решение было наиболее интересным, уникальным, эффективным. Ну и уже, собственно, организатор в лице сетевой компании будет определять победителя. Более десяти команд из вузов Казани пришли побороться за призовой фонд, который составил 200 тысяч рублей. Разработчики смогут потратить эти деньги на дальнейшую реализацию проекта. Диана Шилова, Леонард Вольсяров, Универньюз. КФУ регулярно проводит научные заседания о проблемах татарского языка со студентами, приглашая видных ученых Татарстана. Одной из обсуждаемых проблем стал малый интерес молодого поколения к изучению татарского языка знания. Об этой и других пообсуждаемых проблемах вам расскажет Диляра Софиулина. В Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета прошло заседание кружка актуальной проблемы татарского языка знания. Подобные мероприятия особенно важны для тех, кто занимается изучением теории и практики татарского языка. А внести свой вклад в его развитие могут студенты Казанского федерального университета. Научная школа у нас сейчас переживает очень острый этап смены поколений, потому что действительно те наши аксакалы, которые под руководством которых мы писали, защищали диссертации, издавали какие-то небольшие труды, они уже почти ушли на заслуженный отдых. Диляра Софиулина, Владимир Нелюбин, Универньюс. Университетская клиника КФУ принимает участие в конкурсе приуроченном к Всемирному дню гигиены рук. Как проходит подготовка, расскажет Аделя Шамилова. Всемирная организация здравоохранения уже с 2009 года провозгласила 5 мая Всемирным днем гигиены рук. Ежегодная акция «Спасайте человеческие жизни, соблюдайте чистоту рук» является составной частью программы Всемирной организации здравоохранения и направлена на уменьшение числа инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи. С целью привлечения внимания медицинских работников к проблеме и поддержанию качества гигиены Всемирная организация здравоохранения утвердила творческий конкурс среди медицинских учреждений, в котором участвуют врачи Казани и других городов России. Университетская клиника КФУ, конечно же, не смогла остаться в стороне, ведь сотрудникам клиники действительно есть о чем рассказать и что показать. В больнице предусмотрена специальная обработка рук. Это хирургическая обработка рук, когда хирурги идут на операцию, и гигиеническая обработка рук, когда медсестры работают с манипуляциями. Для людей, для обычных, это социальная обработка рук, достаточно просто помыть руки с обычным мылом. Подведение итогов конкурса и награждение победителей состоится 22 мая. Аделья Шамилова, Владимир Нелюбин, Универ Ньюс. Ученые Казанского университета изучают изменения человеческого организма после пребывания в космосе. К чему может привести путешествие за пределы планеты, вы узнаете в нашем сюжете. Научно-исследовательская лаборатория «Экстремальная биология» Казанского федерального университета совместно с Японским университетом Рикен изучает различного рода трансформации клеток человеческого организма после полета в космос. Наблюдается тракт необычного, и не все мышцы одинаково изменяются, перестраиваются. Сейчас коллаборация с нашими японскими партнерами, в общем-то, запускаем такую большую программу, которая называется «Фантом». Проект «Фантом» — функциональная аннотация геномов млекопитающих. В рамках проекта ведется работа в направлении космической биологии. Исследования по направлению проводятся в коллаборации с рядом институтов Российской академии наук. Работа в направлении космической биологии, в частности об изменениях космонавтов, ведется давно. Раньше российские ученые участвовали только при аналитической обработке данных. Совместные исследования позволят России выйти на лидирующие позиции. Казанский федеральный университет стал организатором и лидером подпроекта, который называется «Фантом мышцы», о чем я уже упоминал, с целью анализа эволюционной составляющей и патологической составляющей, клинической составляющей биологии мышц, в том числе формирования лиц, ремоделинга тканей и так далее. Это очень интересный проект, и Россия, я надеюсь, нанесет себя на карту таких мировых глобальных геномных исследований. Исследования изменения организма в космосе позволят глубже изучить космическую радиацию, что станет одним из важных шагов в освоении космоса. Артем Тупичкин, Тимур Табаров, Универньюз. YouTube разработал новый музыкальный хит-парад, в котором определяются лучшие треки исполнителей клипы. Подробнее о нововведении смотрим в следующем сюжете. 13 мая видеосервис YouTube запустил новый раздел «Музыкальный хит-парад». Этот сервис еженедельно составляет список лучших клипов и песен в зависимости от географического положения. В результате были придуманы 4 топа, лучшие треки, исполнители, клипы и музыканты, которые набирают популярность. Таким образом, можно выбрать страну и посмотреть, что же любят слушать люди в одном из 44 государств. YouTube уже назвал лидеров среди исполнителей. За последнюю неделю для российской аудитории самыми популярными клипами стал «Цвет настроений синий» Филиппа Киркорова, «Миллион аллах роз» Егора Крида и один целым рэпера «Фараон». Самым же популярным исполнителем в России по версии YouTube стал Егор Крид. На втором месте расположился ЛДЖ, на третьем дуэт «Время и стекло». Также там упоминаются Ольга Бузова, Ленинград и другие. Диана Шилова, Ольга Мажорина, Универньюз. На этом все. Подписывайтесь на наши социальные сети и будьте всегда в курсе самых интересных новостей. Субтитры создавал DimaTorzok